всем привет дорогие друзья с вами корыч видео которое записал для вас сегодня будет отличаться по формату это будет не нарезка больше гайд причем не по игре а по определенному сетапу если конкретно то в данном случае мы будем обозревать такую штуку как chrome ok или green screen как кому удобней для тех кто не в курсе это такое полотно она бывает нескольких цветов в частности используется ярко зеленый или синие цвета для того чтобы скрыть задний фон и подставить например игровую картинку за вами непосредственно и получается вы будете частью игры данное полотно поможет вам скрыть бардак вашей комнате или например голую девушку пробегающие на заднем фоне тем самым обезопасив вас от ненужных и нежелательных банов например на твиче а также в некоторых случаях это поможет вашей камере не смотреться столь навязчиво и вы будете как будто часть игры в которые играете теперь давайте поговорим о ценообразовании на данные полотна и какие стоит покупать какие не стоит покупать есть у меня уже небольшой опыт потому что я первый раз обжегся давайте сразу договоримся что будем держать в уме что цены примерно одинаковые как на алиэкспрессе так и на амазоне поэтому я буду брать в пример amazon значит первым делом я купил свое полотно она была довольно большим если я правильно помню метр восемьдесят на 220 с штативами в общем все что мне нужно было кроме освещения это мне обошлось в общей сумме 55 долларов что ли и да действительно пришло большое полотно все хорошо но был один огромный минус данной штуки которые вы можете просмотреть у меня на первых стримах когда стрима с вебкой самый главный минус данного полотна заключался в том что он был из ткани и очень явно и четко были видны складки это очень мешало правильному отображению цвета в оба если что за собой влекло разные затемнения переборы контрастности и в целом была очень плохая картинка с чем я естественно мириться не стал понятное дело на отображение картинки повлияло не только качество самого полотна хотя она была и не очень если честно но и также недостаток освещения в итоге я принял решение сделать следующее первое что я сделал это сделал refund на данное полотно отправил его обратно и расскажу вам что я придумал взамен сначала не выходил у меня из головы вариант с полотном которая с жесткой рамкой грубо говоря она складывается раскладывается и всегда получается натянута но проблема была в том что размеры довольно таки маленькие и цена неадекватно высокая второй вариант который мне понравился но очень дорогой а именно около 150 долларов стоил это именно полотно в виде как бы это правильно сказать жалюзи получается она ставилась на пол и вытягивалась и получил его главный плюс в том что данное полотно не имела никаких складок было в защитном корпусе и всегда выдавала идеальную картинку но как я уже сказал это не наш вариант в силу того что он очень дорого стоил и тут мне пришла мысль так как я будучи студентом работал в разделе жалюзей и ковров собственно а почему бы не присмотреть такого же цвета допустим жалюзи и не проверить их работоспособность как гринскрина или хромакея другими словами что я и сделал взял за пазуху свою жену и мы поехали в строительный магазин выбирать вот такие вот жалюзи в итоге когда мы приехали мы офигели потому что всевозможных вариантов было очень много и цены совсем не кусались в общем недолго думая выбрал я нужный цвет для своих жалюзей также размер выбрал 160 сантиметров на 2 метра 10 сантиметров и счастливый поехал домой цена вопросов евро оказалось около 30 евро что ну как бы на тот момент уже в пять раз дешевле чем профессиональный green screen с такими же функциями если не верите можете проверить сами тем более учитывая то что я живу в латвии может быть в россии данные жалюзи еще дешевле можно достать это тоже держите в уме также не стоит забывать что мне не хватало освещения при наличии старого полотна и понятное дело не хватало бы освещения при наличии нового полотна независимо от его качества освещение очень важный аспект стримерской деятельности было принято решение купить и освещение так вот купил я два софтбокса они шли в комплекте это обошлось мне около 30 евро в общем и целом потратил я на green screen и освещение около 65 евро что является абсолютно мизерной суммы по сравнению с тем если бы я брал все специализированное можете сами прикинуть такого же качества green screen стоит около 150 плюс какие-нибудь нормальные софтбоксы тоже около сотки да вот вам и ценовая политика профессионального оборудования больше в свою очередь потратили около 65 и картинка офигенная все супер работает и значит поэтому если ты не хочешь тратить слишком много денег на хороший green screen я советую тебе просто обратить внимание на мой вариант который является огромнейшей экономии причем можно и дешевле сделать да я просто делал именно как мне нужно и и так сэкономил если не брать освещение примерно в пять раз сэкономил от того варианта и и и Субтитры подогнал «Симон»!